Привет, друзья и подруги подпольной правды! У каждого из нас есть мобильный телефон. Если у кого-то мобильного телефона пока нет, можно не сомневаться, в ближайшее время он его выключит у родителей, а она у бойфренда. Так или иначе, все мы ужасаемся кругленьким счетам, которые выставляют компании за пользование услугами связи, в том числе игровыми. Сегодня вы, дорогие друзья, узнаете, как сберечь денежки, которые вы потратите на дорогих подруг. На 3d5.gamesdefestiv.ru самая бережливая передача «Галактики. Подпольная правда». Передача у нас об играх, так что и говорить мы будем о них, но для мобильных телефонов. Хорошо известно, хороших игр в принципе мало. Уверяю вас, хороших игр для мобильных телефонов еще меньше, чем мало. Их даже меньше, чем обитаемых поселений на поверхности солнца. И примерно столько же, сколько у среднестатистической инфузории туфельки каблуков. Причем продавцы игр почти никогда не выкладывают в интернет-магазинах скриншоты из игр и редко балуют исчерпывающим описанием. Оно и понятно. Если человека избаловать описаниями этих игр, он их никогда в жизни не станет покупать. Тем не менее, мы нашли интернет-магазин, где описания к играм присутствуют вместе с играми. Тоже, знаете ли, большая редкость. Ну и что мы там прочитали? Игра «Веселая ферма». В этой веселой аркадной игре вам нужно помочь одинокому фермеру превратить чахлый хуторок в богатый и процветающий агрокомплекс со своими пекарнями, предельными, маслобойками и другими постройками. Во-первых, я ни разу, ни в одном зале аркадных автоматов не видал игры, в которой нужно было во что-то там превращать чахлые хуторки. Во-вторых, агрокомплекс по определению имеет отношение лишь к возделыванию сельскохозяйственных культур, а не к маслобойкам и предельным. Может, поэтому сейчас хуторок такой чахлый, что разработчики не понимают, что они разрабатывают? Так пускай обратятся, если не к словарю, так к игре «Харвест Мун». Второго такого симулятора фермерства еще не придумали. Дальше нас отращают. Дело это непростое. Нужно постоянно следить за тем, чтобы на участке росла свежая травка, свежая травка, которую едят гуси, овцы и коровы. Когда животные насытятся, они смогут производить продукты. Что сказать? Действительно смогут. В мирное время эти продукты используются в качестве удобрения, чтобы выращивать свежую травку и другие полезные овощи. Но поскольку на планете сейчас свирепствует кризис, этими продуктами вполне можно кормить разработчиков, хуже не будет. Хуще! Хуще, мой хороший! Еще одна мобильная игрушка, STAB 2, заманивает громким заголовком. Встречайте! Продолжение легендарной игры от New Edge Стаб 2. Ответный удар. Лично мне такой легенде слышать не доводилось, Так что я стал читать дальше. Наш герой, в смысле их герой, сержант Андреев, ставший подполковником в прошлой части приключений, мирно отдыхает после недавней истории. Как вдруг человек, похожий на президента, отдает ему приказ отправляться на границу, осваивать новый образец спецтехники. Вы представляете себе картину? Сержант Андреев мирно отдыхает и грустит. Ну, как же так? Да еб парасетель. В конце прошлой части стал подполковником. И на тебе, опять сержант. Как? Да вот так вот. Говорит, генерал от Искунов с этой минуты можете считать себя полковником. Кстати, когда Юрий Алексеевич Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос, так вот полетел он старшим лейтенантом, а вернулся майором. Я даже не представляю подвиг этого сержанта, который сразу так до подполковника. Ну вот, отдыхает он, грустит, и тут подкатывает к нему человек, похожий на президента, и говорит, дой-ка ты на границу. А почему я? Как что, так сразу косой-косой? Чтобы вы, интеллигентные зрители, ответили этому человеку. Тебе в рыло, сраный урод! Вот теперь представьте, что должен был сказать обиженный сержант, и умножьте на 10. На этом фоне лишь один магазин игр для мобильников выглядит по-человечески. Это магазин игр для NGH. Сразу говорю, я не занимаюсь рекламой продуктов Nokia, тем более, что NGH один раз уже запускали в продажу, помните, что лет 7 тому назад, и провалились таким треском, что меня до сих пор в ушах звенит. Но только тут можно прочитать внятное описание игры, оценить скриншоты, посмотреть видео с геймплеем, а после этого попробовать в деле условно-бесплатную версию игрушки. Такого обслуживания в интернете нет больше нигде. Поэтому обладателям новых игровых телефонов на этот раз можно позавидовать. Ну, хотя бы в том, что для них создан один из лучших в мире игровых сервисов. Поздравляю от всей души. Хотя NGH мне друг, но iPhone все-таки дороже. Не уверен, что мобильный телефон самая удачная игровая платформа. Но если вы не прочь поиграть на мобильнике, пожалуй, посоветую обратиться к каким-нибудь бесплатным архивам с игрушками. Подавляющее большинство платных игр своих денег не стоит. Ну и, разумеется, пишите на правду, как всегда, собака. GameDeficeTV.ru До следующего четверга. Третью передачу. Уже забываю сказать. На сайте ВКонтакте.ру появилось сообщество GamesTV. Так что заходите, коль будет скучно. Там эпизоды, не вошедшие в программы, свежие новости, слухи и, надо полагать, приятное общение. Ну, теперь точно все. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...